Совсем маленькой и может уместиться на ладони, но именно с ее помощью можно будет увидеть, как проходят главные выборы страны. На каждом участке установят по две таких веб-камеры. Электронные наблюдатели будут непрерывно следить за всеми участниками процесса. Изображение на камерах, общий план участка и ящик для голосования. Ни лиц крупным планом, ни посмотреть, как заполнены бюллетени, этого ничего не будет. Это позволит сохранить тайну голосования и в то же время увидеть, если вдруг кто-то замешкается возле урны. Кроме того, съемки, сделанные 4 марта, автоматически будут записываться в архив. И посмотреть их заново можно будет в течение года. Сегодня современное оборудование для голосования уже получили 90 участков, а через две недели их будет больше тысячи. Для того, чтобы мы могли транслировать ход выборов 4 марта в сеть интернет, нами установлен программно-аппаратный комплекс, который состоит из системного блока, монитора, источника бесперебойного питания и двух веб-камер. А еще энергоблок на случай отключения электричества и антивандальный ящик, чтобы сохранить технику от любых посягательств. Сегодня оборудование опробовали в тестовом режиме, опечатали и передали новым хозяевам. Избирательная комиссия Вологодского института права и экономики теперь воспользуется новым компьютером только 4 марта. Впрочем, уверяют организаторы, готовность к выборам и сегодня уже стопроцентная. Не все сразу скажу, получалось о том, чтобы шло изображение, трансляция на две камеры, что-то возникла какая-то техническая погрешность. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, все устранено. Оба участка, которые здесь, они уже полностью готовы к проведению выборов. Даже если выборы были в эти выходные, мы бы уже обеспечили их работу. Лично убедился в этом сегодня и губернатор области Олег Кувшинников. Перед веб- и телекамерами он заявил, что в день президентских выборов станет виртуальным наблюдателем. Утром проголосую на одном из избирательных участков города Волгода. Мне надо, кстати, открепительное удостоверение брать. Я же зарегистрирован, а пока еще в Черевовце, то очень хорошо, что спросили. Обязательно возьму открепительное удостоверение, приеду в Волгоду, проголосую и буду в режиме онлайн наблюдать за ходом избирательных участков, за работой избирательных комиссий на избирательных участках. Чтобы присоединиться к онлайн наблюдению 4 марта, достаточно зарегистрироваться на сайте web.vibory2012.ru. Здесь нужно указать населенный пункт и адреса тех избирательных участков, за которыми вы хотите наблюдать. При этом количество закладок не ограничено. Это может быть и 100, и 200, и даже 1000 участков. Вот только зарегистрироваться нужно успеть до 3 марта. Ведь в день выборов количество пользователей этого ресурса резко возрастет, и стать виртуальным наблюдателем будет уже не так просто. Людмила Алексеева, Василий Попурин, Максим Тышковец. Новости Вологды.